Меня зовут Артем, я работаю в компании SmartLink, непосредственно в компании Archer. Сегодня я хочу вам рассказать немножко о нашем опыте. Мы попытались реализовать сервис. Изначально мы вообще не предполагали, что у нас будет стоять какой-то вопрос в реализации low latency требования. Но вообще когда вы делаете какое-нибудь веб-приложение, у вас редко возникает необходимость заботиться о latency. То, о чем вы заботитесь, это сколько реквестов в секунду сможет выдержать ваш сервер. То есть вы в основном заботитесь о Throwsput. То есть вы хотите масштабировать ваше приложение, чтобы оно как можно больше пользователей могло обслужить. И при этом, если они будут ждать какое-то вменяемое время, ну там пару секунд, обычно этого достаточно. Java для реализации low latency приложений используется все чаще и чаще в последнее время. Но это приводит к тому, что разработчикам, которые реализовывают такие приложения, им необходимо знать немножко больше о внутренностях Java, внутренностях, что непосредственно происходит на уровне процессора, нетворка, Java-машины, когда ваше приложение работает, когда ваш код запущен в продакшене. Что вообще такое latency? Что такое low latency? Low latency такой, как бы субъективный, субъективная оценка latency. Для начала, что такое latency? Latency это время между тем, как пользователь послал какой-то request и получил какой-то response. То есть он сделал какое-то действие и ему должен каким-то образом вернуться этот результат. Будь то это отрисовка UI или просто вывод каких-то данных. Это время, оно делится на два компонента. Первое, это непосредственно сколько серверу нужно времени для того, чтобы обработать ваш request. И второе, это сколько пользователю нужно подождать для того, чтобы этот request начал обрабатываться. То есть это время, которое необходимо браузеру для того, чтобы установить connection, для того, чтобы отослать ваши данные по сети и для того, чтобы в сокет сервера записались ваши данные, попали и в конце концов очередь обработки реквестов дошла до вашего реквеста на сервере. То есть то, что дает вам latency, это не всегда ваш код. Иногда это что-то, что обслуживает ваш код. То есть это либо application server, либо network, либо еще что-то. мы не компания, которая занимается трейдингом. Для этих ребят low latency это меньше 10 микросекунд. То есть если 10 микросекунд, им уже для них это уже слишком долгий ответ. Нам в таких задачах для Java не так много места, потому что вам нужно что-то более низкоуровневое. Там делают решения, реализованные вплоть до того, что реализуются какие-то алгоритмы на аппаратном уровне. В практических целях вам, как правило, достаточно удовлетворить пользователя, чтобы он не видел каких-то задержек, чтобы у него был приятный user experience. И нормальный человек, он не может заметить задержек, которые будут меньше 50 миллисекунд. Требования, которые возникли у нас, они возникли не от того, что нам нужно было удовлетворить пользователей, а нам нужно было удовлетворить стороннюю систему, которая пользовалась нашим сервисом. И у нее было очень строгое требование. 100 миллисекунд. После этого она считала, что реквест зафейлился, и если там на 105 миллисекунде мы отослали ей респонс, он уже никому не нужен. То есть если у нас есть какие-то реквесты, которые длятся больше 100 миллисекунд, они получаются как зафейлены, и для нашего приложения это очень плохая метрика для нашего сервиса. Если он будет отдавать много зафейленных респонсов. Но 100 миллисекунд это не так мало. Очень много вещей может произойти за 100 миллисекунд. Вообще 100 миллисекунд это low latency или нет? Может быть это обычная latency, которая может нам выдать абсолютно любой application сервер, но оказывается все не так просто. И если с концептуальной точки зрения подойти, то первое, о чем вам нужно заботиться, когда вы пытаетесь сделать low latency приложение, это ваше хранилище данных, то есть ваша база данных. Когда мы проектировали этот сервис, мы попробовали несколько хранилищ для того, чтобы удостовериться, что изначально наш дизайн будет таким, что мы сможем удовлетворить эти 100 миллисекунд. И как оказалось, вот мы попробовали MySQL, DynamoDB, MongoDB и у нас не получилось добиться стабильной работы приложения, чтобы чтобы все реквесты вкладывались в эти 100 миллисекунд. На помощь нам пришел Redis. Очень мощная такая, очень мощная технология тем, что, ну, во-первых, она очень подходит для конкретной задачи нашей, потому что мы можем хранить все данные в памяти. И нам нужно их хранить, потому что иначе мы не сможем очень быстро обрабатывать эти реквесты. Здесь приведен бенчмарк, а Redis — это Amazon Elastic Cache на разных инстансах по размеру. И здесь стоимость работы инстанса в час. Latency — это 99% из Roseput, ну, для этого, для этой базы на таком инстансе. И сколько за 1 доллар вы можете сделать реквестов? Ну, это как бы крайние цифры, но выходит, что он очень эффективный и довольно дешевый. Вторая концептуальная проблема, с которой мы столкнулись, это упомянутая ранее проблема 10 тысяч реквестов на сервер. В текущем, в текущей конфигурации у нас 4 тысячи открытых коннекшенов на наш, на наш сервис одновременно в продакшене. И когда мы проектировали наш сервис, мы понимали, что, скорее всего, где-то эта цифра и будет, а может даже и больше. И она, со временем, она продолжает расти. Известная всем задача, что для того, чтобы обрабатывать 10 тысяч реквестов, 10 тысяч коннекшенов аппликашн серверу, ему необходим немножко другой дизайн, чем реквест, трэд пер коннекшен. Подход создания трэдов на каждый коннекшен, он плох тем, что у вас получается очень много оверхата, во-первых, на память, потому что если вы создаете, вот у нас, к примеру, 4 тысячи коннекшенов, прошу прощения, у нас 4 тысячи коннекшенов на сервис и на каждый коннекшен нужно создать трэд. Для трэда нужно стэк спейс, то есть аппликашн серверу нужно выделить стэк спейс, соответственно, в худшем случае это может быть около мегабайта. Получается, что нам нужно 4 гигабайта только для, выделить только для стэков всех трэдов, которые будут обслуживать наши коннекшены. То есть это большой оверхат по памяти. Вторая проблема это то, что когда у нас такое большое количество коннекшенов, у нас происходит очень много контекст свитчей, то есть процессор он переключается с обработки инструкции одного трэда на обработку инструкции другого трэда очень часто. При этом это может достигать, может доходить до того, что усилия на это переключение тратятся намного больше, чем на обработку непосредственно вашей бизнес-логики. То есть это создает очень большой оверхат. Поэтому нужно использовать что-то такое, что какой-то фреймворк, который позволит делать это каким-то другим способом. Мы выбрали Netty, так как у нас Java Stack. Я думаю, в любом, в принципе, если вы разрабатываете на любом языке программирования, у вас должна быть куча фреймворков, которые позволяют делать то же самое. Но этот подход, он хорошо оправдал себя в дальнейшем. Мы очень детально продумывали нашу архитектуру, как она будет работать, какие у нас могут быть проблемы. И когда мы это все реализовали, мы думали, что оно просто заработает. Мы его запустили, но как оказалось, как ни странно, но мы ошибались. Очень глубоко ошибались. Но у нас было очень много реквестов, которые длились больше 100 миллисекунд. Соответственно, очень много фейлов. Соответственно, основная метрика жизнеспособности нашего сервера, она очень сильно страдала. То есть в большинстве случаев получалось так, что у нас происходило очень много ошибок обработки. Из-за того, что реквесты были очень медленные. Ну, мы считали себя очень умными, что мы знаем, как мы задизайнили наше приложение, мы знаем, какие в нем есть недостатки, и что, скорее всего, эти недостатки, они привели к тому, что некоторые реквесты фейлятся. И мы начали исправлять один, другой, третий недостаток, потратили кучу времени на это. И когда мы исправили третий недостаток и задеплоили его, и увидели, что фактически ничего не поменялось, наше приложение как давало много ошибок, так и продолжает давать много ошибок, мы сделали вывод, что хватит бороться с ветряными мельницами, нужно искать четкие доказательства о том, что конкретно тормозит наше приложение. То есть, что конкретно приводит к тому, что мы не можем удовлетворить требования о лейтенсе. И на помощь тут нам пришли, во-первых, хорошее логирование. Если вы делаете правильное логирование в вашем приложении, вы потом можете оттрекать по времени, что происходило и хотя бы в какой части приложения у вас происходили задержки, будь то база данных или какой-то диск, когда вы сохраняете какой-то файл на диск или вы отправляете что-то по сети. То есть, это можно хорошо увидеть. На живой системе, на продакшене, то есть, это хорошо приходит на помощь. Второй инструмент, который вы можете использовать, это, конечно же, performance-тесты. Однако это очень такой спорный инструмент, потому что вы можете написать performance-тест и воспроизвести ту проблему, которая на продакшене реально не происходит. То есть, в первой части, когда мы фиксили те недостатки, мы писали на них performance-тесты и мы видели, что эти изменения в приложении, они реально фиксают какие-то случаи, что наше приложение становится быстрее. Но когда мы выкатывали все на продакшен, то метрики, которые мы мерили на продакшен, никак не изменялись. Ну и третий инструмент, это мониторинг в живой системе. То есть, хорошо бы видеть реальные графики, performance-а вашего приложения прямо на продакшене, чтобы если там происходили какие-то негативные изменения, вы сразу же могли на них реагировать и вам таким образом будет проще понять, что привело к этому изменению. Вот пример такого графика, который мы используем у себя, это 99 персентиль времени обработки реквеста. То есть персентиль это, ну, некоторая метрика, которая показывает вам не совсем максимальное значение, которое было за максимальную длину обработки реквеста, которое было за какое-то время. А максимум здесь немножко плох тем, что у вас могут быть какие-то выбросы, редкие реквесты, которые просто очень медленные. Среднее здесь плохо тоже потому, что на среднем вы не увидите каких-то проблем, когда у вас много реквестов начинают тормозить. 99 персентиль, он по факту он означает, что 99 и 99 после запятой процентов ваших реквестов выполнялись за время меньше, чем эта цифра. То есть вот в самом начале это значит, что на 10 тысяч реквестов только один есть такой, который будет выполнять, который выполнялся больше, чем 30 миллисекунд. Тогда, когда у вас происходят какие-то проблемы, вы видите их либо в виде спайков, либо если вы задеплоили что-то не очень хорошее, то вы увидите такую ступеньку и у вас резко вырастет показатель и вы сможете определить, что в это время произошло какое-то событие, которое и привело к тому, что ваше приложение стало хуже работать. То есть таким образом намного проще диагностировать ваше приложение в ретроспективе. И естественно вам нужно копия для того, чтобы понимать, на каком вы сейчас этапе. Сколько, но для нас это было количество успешно завершившихся реквестов за последние сутки. То есть эту метрику я снял сегодня, за последние сутки у нас все реквесты попали в требования 100 миллисекунд на ответ. То есть это нужно для того, чтобы, во-первых, понимать, на каком вы сейчас этапе, потому что когда мы первый раз реализовали и задеплоили наше приложение, у нас была не одна проблема, у нас их было несколько. И когда мы пофиксили одну, у нас был еще десяток других, которые нужно было исправить, но при этом, когда мы фиксили какую-то значительную, на этой метрики мы видели, что работа приложения действительно как бы улучшается качественно. И тут как раз поинт в том, чтобы постараться как можно меньше бороться с ветряными мельницами и видеть ваш прогресс, то есть понимать, насколько качественно вы сделали какое-то изменение. Первая проблема, которую я увидел, когда запустил профайлер на нашем приложении, это, естественно, была скала. Мы реализовали с использованием Netty, но при этом использовали скалу. И проблема в скале была в том, что она создает большое количество враперов, а из-за этого получается очень большая интенсивность создания объектов. То есть вы где-нибудь там используете какой-то сахар, который выглядит очень безобидно, вы просто используете какую-то лямбду, а на это создается отдельный объект, ему выделяется память, тратится время на его выделение, а потом на его сборку. И это все отражается на общем перформансе вашего приложения. То есть для того, чтобы добиться, что ваше приложение работает наиболее эффективно, вам придется понимать, что скала реально делает под капотом, какие объекты она создает и в каких местах вам лучше что-то подоптимизировать, может быть не использовать какой-то сахар, а сделать что-то самостоятельно для того, чтобы потом у вас не было проблем с перформансом. Но опять же, все это нужно делать с четким пониманием метрик, насколько улучшается перформанс вашего приложения, потому что теоретически вы можете очень много оптимизаций различных сделать, но на практике большинство из них получаются абсолютно ненужными и абсолютно не дают никакого эффекта в реальном мире. Вторая проблема — это то, что в скала делается очень много ленивой инициализации. А это приводит к тому, что после каждого диплоя первые несколько реквестов, они начинают подтормаживать просто из-за того, что объектам, которые будут обрабатывать эти реквесты, им нужно проинициализироваться. Решается эта проблема, у нас решилась она довольно просто. Мы ввели дополнительную практику, так как мы используем continuous delivery, это вообще хорошая практика для continuous delivery, и нам хотелось, чтобы диплои не приводили ни к каким негативным последствиям для пользователей нашей системы. То есть, чтобы система независимо хорошо работала от того, сколько она до этого проработала или только что передиплоилась. Мы сделали smoke-тесты, которые прогонялись сразу же после того, как приложение задиплоилось. Во-первых, это позволяет нам убедиться в том, что после того, как мы сделали изменения, все основные use-кейсы продолжают работать так же, как и раньше. А во-вторых, это инициализирует всю цепочку обработки запросов, которые нам нужны. И к времени, когда приходят реальные запросы от другой системы, у нас уже все готово к работе, все проинициализировано, и у нас нет никаких заминок с тем, что нужно что-то доинициализировать. Вот в предыдущем докладе человек рассказывал, что асинхронный ввод-вывод, он не особо влияет на производительность вашей системы. И вот у нас, так как я говорил, мы изначально спроектировали нашу систему асинхронной с помощью Netty для того, чтобы обрабатывать большое количество запросов. Второе, что я увидел в профайлере, когда я его запустил, это было то, что наше приложение очень много времени тратит на логирование. А так как на предыдущем шаге я говорил, что мы добавили намного больше логирования, чтобы понимать, что происходит в реальной системе, получилось то, что мы очень много времени тратим на логирование. Причем из коробки это было синхронное логирование. И из-за того, что мы много времени тратили на записи всякие буферы, всякие флаши, приводило к тому, что мы время от времени видели спайки в латинсе. И вот я не знаю, как в Python, но в Java асинхронное I.O. реально работает. И когда мы поменяли логирование с синхронного, вот здесь вы можете увидеть метрики, это output нашего performance теста, здесь presently, а это общий output внизу, то мы увидели действительно разительную разницу. То есть, чтобы вы понимали, для большинства запросов не было никакого серьезного изменения в латинсе. То есть, они как были 8 миллисекунд, так и стали 5 миллисекунд. Просто чуть быстрее. Но для крайних запросов у нас серьезно уменьшилось латинси. И я имею в виду, что для запросов, которые происходят, может быть, не так часто, намного реже, и раньше для них латинси было около 50 миллисекунд, то теперь оно стало намного меньше и стало около 14 миллисекунд. То есть, это максимальная латинси на сетапе для лот теста. То есть, это не совсем реальное приложение, не совсем реальная нагрузка. Она намного больше, чем в реальной системе. Но при этом мы увидели серьезное изменение в латинсе и в сроузпуте. Сроузпут увеличился, ну, практически в 6 раз по сравнению с синхронным лагированием. Ну, получилось так, наверное, из-за медленного амазоновского диска или не знаю из-за чего. еще одна проблема, которую мы, с которой мы столкнулись на продакшене. Мы изначально не знали, что это за проблема, но мы видели очень частые спайки, и когда мы запускали лот тест на локальной машине, этих спайков не происходило по какой-то причине. И мы очень долго пытались диагностировать непосредственно на продакшене с помощью TCP-дампа, куда же уходит это время. И мы нашли, что иногда наше приложение, оно не кэширует IP-адрес редиса, а оно делает DNS lookup. Из-за этого этот DNS lookup Netty почему-то делал синхронно. И из-за того, что он делал этот DNS lookup, реквест тормозил на 100 миллисекунд. При этом, да, на самом деле неважно, делал он синхронно или асинхронно, но перед тем, как он делал реквест, он делал DNS lookup IP-адреса редиса. Это приводило к тому, что была большая задержка, потому что DNS сервер может быть очень медленным. Решилось это очень просто. Мы взяли, записали вместо доменных имен просто IP-адреса нашего редис-кластера. Так как он у нас меняется не очень часто, то это было не такой большой проблемой. Я имею в виду, так как IP-адреса для редиса у нас меняется не очень часто, то это не проблема. Дальше, раз уж мы начали диагностировать нашу сеть, мы решили, что нужно для последующих спайков в latency, которые мы видим, нужно поискать причины непосредственно в настройках сети. И с одной стороны… Секундочку, извините. К этому моменту спайки стали намного реже, чем они были до этого. Но тем не менее мы все еще их видели и было очень интересное наблюдение. Мы видели эти спайки на продакшене, мы подключались к мониторингам, начинали собирать очень много данных и при этом они исчезали почему-то. Как потом мы поняли, это происходило из-за того, что когда мы подключались к мониторингам, мы увеличивали нагрузку на сеть и при этом она начинала работать намного быстрее. А единичные запросы, которые делались на сервер, они немножко подтормаживали. Подтормаживали именно из-за настроек на транспортном уровне. И вот когда мы нашли такую настройку, мы немножко удивились. Вот мое лицо было примерно вот таким. То есть я сижу, пишу low latency приложение, а у меня на транспортном уровне есть флажок, но delay, который выставлен в false по умолчанию. Зачем вообще делать delay на транспортном уровне? Кто так делает? Но на самом деле был такой человек, наголь, он придумал алгоритм, который позволял увеличить сроуспут сети за счет того, что отправлять некоторые пакеты по TCP не сразу, а с некоторой задержкой. И при этом, если появлялись еще какие-то пакеты, которые нужно было отправить, они аккумулировались и потом все вместе отправлялись. И это намного эффективней, когда у вас нагрузка сети большая. Когда у вас единичные запросы, это приводит к тому, что вам приходится ждать какое-то время, пока, либо пока буфер, который собирает эти пакеты, не заполнится, либо пока не пройдет какое-то время, когда этот реквест все равно отправится, пакет. Решилось это понятно, каким образом. Мы просто поменяли этот флажок в true, и дилей у нас пропали. Но пропали опять не полностью. К сожалению, в Java есть такая особенность, как и в любом рантайме, то есть если вы пишете на какой-то платформе, которая менеджит память за вас, будь то Ruby или Python, у вас все равно есть какой-то рантайм, который делает какую-то побочную работу, такую как garbage collection. То есть память, она не менеджится каким-то магическим образом. И когда мы… На самом деле очень многие почему-то не включают на продакшене логирование garbage collection, хотя оно практически ничего не стоит и выдает очень много полезной информации для вас. Включается оно вот эти, ну для Java это вот эти флажочки, вы его просто включаете, у вас появляется файл, в который вы можете серчить и смотреть, как у вас происходило логирование, сколько оно заняло времени, что при этом происходило. Вот print.gc.details флажочек позволяет вам увидеть непосредственно причину allocation failure. Это означает, что когда вы попытались аллоцировать новый объект, у вас не хватило памяти в пуле для новых объектов. Вот. И вам пришлось сделать малую сборку мусора для того, чтобы освободить память для создания новых объектов. Далее par new это тип garbage collection, это parallel означает, что сборка происходит в параллель. Вот. И new это означает, что она происходит для области памяти, для новых объектов. Ну и соответственно время. Сколько реально времени, то есть walk-log сколько было потрачено на эту сборку мусора, сколько CPU было потрачено на эту сборку мусора. Вот. То есть когда мы включили логирование, мы увидели реальную корреляцию с запросами, которые длились очень долго, то есть больше ста миллисекунд, и garbage collection ивентами, которые происходили, которые длились тоже больше ста миллисекунд. Цифры это в секундах, то есть после точки 0,2 это 20 миллисекунд значит. Есть другой флажочек, который дает вам немножко больше информации. Он здесь вы видите, сколько всего у вас было сборок мусора, сколько у вас было полных сборок мусора. Это в Java немножко… Есть разные типы. Вот full это самая дорогая сборка мусора, когда все приложение останавливается и все пулы у вас начинают очищаться. Сборка мусора малая, она довольно дешевая. У вас тоже происходит полная остановка приложения, но она происходит на довольно короткое время. Есть сборка мусора, когда вы собираете память в oldgen, это там, где долгоживущие объекты у вас хранятся. Ее можно собирать разными алгоритмами. Есть те, которые происходят с остановкой вашего приложения или те, которые происходят в параллель. Ну, мы, естественно, использовали тот, который происходит в параллель, потому что нам нужно, чтобы… Ну, там есть трейдов с тем, что если вы делаете это в параллель, то вы делаете это менее эффективно. То есть с rose put у вас будет меньше, но при у вас не будет таких проблем с latency, у вас не будет частых задержек при сборке oldgen. Но при этом даже в garbage collector, который собирает ваше старое поколение в concurrence с вашим основным кодом, то есть он работает в параллель с вашим основным кодом, он… Извините. О чем это я? Да, когда у вас происходит малая сборка мусора, даже при garbage collector, который concurrent mark and sweep называется, который не должен, по идее, останавливать ваше приложение во время сборки мусора, для сборки малой, сборки мусора малой вам… Он все равно производит остановку приложения. Просто из-за того, что это… Ну, там немножко другой алгоритм используется, во-первых, и во-вторых, потому что он собирает немножко другой пул. И это приводит к тому, что, ну, казалось бы, для обычного приложения вы, когда у вас нет ограничений по latency, вы эти остановки совершенно не заметите, потому что они будут около 100 миллисекунд и они будут размазываться, они будут очень редкими. Но когда у вас есть четкое требование, такое, как у нас, про 100 миллисекунд, то если вы все эти 100 миллисекунд потратили на малую сборку мусора, то на обработку реквеста у вас ничего не осталось. С помощью логирования garbage collector вы можете увидеть все внутренности, все подробности о том, как он собирает мусор и о том, какие при этом у него параметры и что ему приходится делать. То есть если вы включаете еще флажок print heap во время GC, он вам показывает, какие у вас есть буферы, насколько они заполнены и что еще? Ну и общий размер пулов и общая их заполненность. есть еще один флажок, который позволяет вам понять, сколько у вас объектов, которые мало живущие и сколько сборок мусора они пережили. То есть здесь видно, что объектов, которые пережили одну сборку мусора у вас 900 килобайт почти и объектов, которые пережили две сборки мусора у вас около килобайта. При этом нужно понимать, что объекты, которые хранятся в вашем Янгене, при каждой сборке мусора они постоянно копируются. То есть если у вас будет большой Янген и очень много объектов, которые хранятся в очень длительное время, они как бы не вытеснились в OldGen, то они постоянно будут перекопироваться из одного буфера в другой. И для вашего приложения, если вы заботитесь о latency, вам нужно стремиться к тому, чтобы объектов, которые переживают каждую сборку мусора, было все меньше и меньше. То есть эти цифры, они должны, нужно стремиться к тому, чтобы они были строго убывающими при каждом последующем эйджа. Ну и что же, собственно, делать, если у вас… Вообще стоит сказать, что малая сборка мусора, ее стоимость зависит прямо пропорционально от количества живых объектов. То есть если вы генерируете очень много мусора, но к моменту сборки мусора у вас все эти объекты отмирают, то сборка мусора, она практически бесплатная, она практически ничего не стоит. Но если вы аллоцируете много объектов, которые умирают через несколько сборок мусора, то вы потратите очень много ресурсов на малые сборки мусора, а если они вытеснятся в старое поколение, то вам придется еще и потом тратить ресурсы на сборку старого поколения. Когда у вас очень много объектов… Ну то есть мы столкнулись как раз с той проблемой, что у нас было много объектов, которые переживали там три сборки мусора, а потом отмирали. При этом у нас был довольно большой буфер, куда аллоцировались новые объекты, Yengen буфер. И получалось так, что у нас очень часто возникали ситуации, когда малая сборка мусора занимала около 100 миллисекунд просто из-за того, что ей нужно было перекопировать несколько десятков мегабайт объектов из одного буфера в другой. Соответственно, мы решили эту проблему тем, что начали тюнить наш garbage collector разными параметрами. И наибольшая проблема для нас была то, что как настроить garbage collector, чтобы он давал оптимальный строуспут, в принципе, очень много документации. И вы с легкостью можете найти очень много докладов. Но настройка на… ну о latency, как я уже говорил, мало кто переживает. И мало кто… мало кто делает доклады или пишет о том, как же настраивать garbage collector. Ну, решилось это тем, что мы уменьшили размер молодого поколения для garbage collector. При этом он ограничили количество объектов, которые хранились в малом поколении до тех пор, пока они не вытеснились в старое поколение. То есть мы стали быстрее выпихивать объекты в старое поколение, потому что старое поколение у нас очищается с помощью concurrent garbage collector. Соответственно, оно происходит в параллели. Оно не такое дорогое для нас, как очистка Янген поколения. То есть мы ограничили наш garbage collector для Янгена, сделали ему намного меньше памяти, чем это было до этого. И мы уменьшили threshold вытеснение объектов. Ну, то есть мы стали более интенсивно вытеснять объекты в старое поколение. И что более важное мы сделали, мы постарались переписать наше приложение в некоторых местах так, чтобы какие-то объекты стали отмирать быстрее. То есть чтобы к первой-второй сборке мусора большинство объектов уже умирало. И мы их благополучно очень быстро очищали. Ну и, конечно же, нужно мониторить ваш garbage collector в продакшене, как он работает. Потому что то, что вы настраиваете на performance тестах, как я уже говорил, в продакшене может вести себя абсолютно по-другому. Вот этот график, это график реально, сколько малых сборок мусора происходит у нас в приложении. Разными цветами здесь отображаются разные серверы. Вот. И на этом графике этот timespan 2 часа, то есть около тысячи малых сборок мусора за каждые 2 часа. При этом у нас есть пиковые часы, где происходит более интенсивная нагрузка на приложение. Ну и там это число немножко повышается. Смотря на эту цифру, когда вы изменяете какие-то настройки вашего garbage collector, вы реально можете посмотреть, насколько, как это повлияло на… Кроме этой метрики мы имеем еще много других о том, сколько CPU тратится на garbage collector, сколько памяти зааллоцировано сейчас в буферах Java. Вот. И глядя на эти метрики, вы можете понять, как реально работает ваше приложение и как повлияло ли таким образом, каким вы хотели, то изменение, которое вы реализовали. Как я уже говорил, мы постарались, чтобы у нас аллоцировалось как можно меньше долгоживущих объектов. Такие объекты… Ну, реальный сет, который использует наше приложение, сет данных, который постоянно использует наше приложение, это, как вы видите, там около 700 мегабайт. Большая часть это тот мусор, который просто зааллоцировался, а потом его не успели собрать. И вот большая сборка мусора, которая более дорогая, она у нас происходит, как вы видите, раз в несколько дней. То есть очень плохо, когда она происходит очень часто, потому что она довольно дорогая. Ну и реально мы могли бы уменьшить тот объем памяти, с которым работает наше приложение. Ну, у нас доступно как минимум 2 гигабайта, про instance, так что вот мы оставили его таким. Вот и все. Спасибо за внимание. У кого есть вопросы, вы можете поднимать руку, поднесем микрофон. Пожалуйста, ваш вопрос. Артем, спасибо за доклад. У меня такой вопрос насчет Redis. Как вы делали его репликацию? Это во-первых, то есть там у вас несколько инстансов было и так далее. И вопрос второй насчет скалы. Инвестирует ли вы в такую проблему, ну точнее не проблему, а, например, почему вы не на Java и какие преимущества вы получили от скалы, скажем так? Окей. Сначала первый вопрос по поводу Redis. В Redis есть встроенные средства для репликации. Они включаются просто настройками в файле Redis.conf. Мы использовали эластик кэш амазоновский с бэкапами и с настройкой, которая сбрасывает Redis на диск. И репликация на нем настраивалась просто тыканием кнопочки в Amazon консоли. Это вам хотело, да? Да, вполне. Спасибо. По поводу второго вопроса про скала. Ну, я отвечу так. Скала мы использовали просто для фана. Реального профита какого-то, как для приложения, она нам особо не принесла. То же самое мы могли бы реализовать и на Java. На скала немножко сложнее программировать, потому что в языке у вас намного больше возможностей, чем на Java. И вам намного проще выстрелить себе в ногу или написать какой-то код, который будет очень тяжело поддерживать. Поэтому вам нужно быть намного более осторожным, когда вы используете скала. Но при этом, да, вы получаете всякие профиты с тем, что в некоторых местах ваш код очень красивый. Или вы используете монады или еще разные штуки, которых у вас просто нет в Java. Окей, я понял. Спасибо. Еще вопрос? Вы говорили о том, что у вас порядка 4000 открытых коннекшенов в секунду. Не в секунду, это 4 коннекшенов, открытых постоянно. Да, да, да. И как вы как бы с этим по поводу сказали о том, что под эти коннекшены уходит до 4 гигабайт места? Смотрите. Больше 4 гигабайт уходит в том случае, если вы начнете аллоцировать тред на каждый коннекшен. То есть так, как это делает Apache, или если вы в томкате, если это Java. Если вы реализуете это в томкате, у вас томкат откроет коннекшен на каждый реквест, если вы не ограничите количество открытых коннекшенов. У вас будет создаваться тред на каждый коннекшен. Тред занимает от 256 до 1 мегабайта. В зависимости от того, сколько вы выделили стека на каждый тред, от того, какое количество вы там дополнительных данных какие-то храните, плюс еще какой-то оверхед, который сама Geo-машина выделяет на тред, и плюс то, что выделяет операционная система. Какие ресурсы она выделяет на каждый тред. То есть это тот тред, который реально в операционной системе вы, не знаю, делаете. Мы использовали Netty. Netty это фреймворк, который позволяет вам сделать асинхронную обработку реквестов. То есть реально у нас где-то 4 процессора на среднем инстансе, и у нас около 8 тредов обрабатывают все запросы. То есть у нас всего лишь 8 тредов и у нас 4000 коннекшенов. Все треди, все коннекшены, они просто реализованы с помощью вот этого асинхронного ввода-вывода. То есть треды селектят, из какого сокета вытащите информацию, потом записывают ее куда-то, и реально они, когда вы делаете, к примеру, запись в Redis, у вас нет то, что вы сделали запись, он записывает в сокет, потом ждет респонс. Он записывает в буфер какой-то, отправляет его в осинк.io, он отправляет его в Redis, и потом этот тред, он время от времени селектит, какие респонсы ему пришли, и когда ему придет этот респонс от Redis, он получит этот респонс, и, соответственно, потом вызовет функцию, которая должна обработать этот респонс. То есть как-то так. Следующий момент. Почему такое мышлено критиковое приложение не было написано, скажем, на C++? И просто нет большого профита между C++ и Java? Ну, смотрите, в первую очередь это ресурсы. Нам было намного проще написать это на Java. Второе то, что изначально, когда мы подошли к реализации этого приложения, мы знали о этих 100 миллисекундах, но мы не думали, что 100 миллисекунд – это реально какой-то restriction для приложения. 100 миллисекунд – довольно много времени. И большинство, если делать нагрузочный тест и мерять с Roseput, то большинство реквестов в среднем будут выполняться за какие-то десятки, может, миллисекунд в худшем случае, а так и просто за 5-10 миллисекунд и у вас реквест обрабатывался. И последний вопрос. На одном из начальных слайдов был график времени реакции вашей системы. И там был после 12 часов дня большой всплеск. Что это за всплеск? Ну, это я для примера просто показал… Давайте… Не, не откручивается. Этот график нашел для примера. Ну, такие всплески бывают по разным причинам. Конкретно этот всплеск я не помню, по какой причине был. Но это может быть какой-то гиплой, какой-то затык в нетворке. В Амазоне бывает такая ситуация, когда они происходят просто из ниоткуда. Потому что реально на сервере, который… Hardware сервер, который есть в Амазоне, может находиться несколько разных виртуальных серверов. И если у вас попадется очень шумный сосед, который будет очень интенсивно какие-то ресурсы использовать, то этих ресурсов может вам немножко не хватить. И из-за этого могут происходить совсем необъяснимые какие-нибудь всплески. А может просто нужно хорошенько продиагностировать и найти, в чем действительно была причина. Это, возможно, будет какая-то особенность обработки конкретного запроса, то есть какой-нибудь H-кейс, который реализован с малой эффективностью. Вот так.